У нас сегодня необычный концерт. Издалека приехала Алла Львовна Аронофская, которая выдающаяся скрипачка российско-американская международная. Лауреат новых конкурсов, руководитель Санкт-Петербург-квартета, скрипачка абсолютно мирового уровня, специалист по скрипкам, специалист по музыкантам, специалист по одаренным кадрам, воспитывает новых музыкантов. Для многих стран, в том числе для России, для Санкт-Петербурга, для других городов России, для музыкальных школ, для филармоний, для концертных залов. Алла Львовна буквально вовлечена в творческий процесс ежедневно. Она сама играет, других хочет играть. И в общем, она приехала нас порадовать. Ну, естественно, благодаря тому, что у нас храм Святой Аллы, она второй раз уже приезжает в храм Святой Аллы, второй раз приезжает в Котловск. И я думаю, не последний, потому что это наша крепкая дружба, но она происходит и благодаря храму, и благодаря музыке. Потому что мы все любим музыку. Я надеюсь, и храм, когда это дело, у нас будет звучать музыка, и у нас будет звучать духовная музыка, и служебная. Но я надеюсь, что у нас будет звучать классическая музыка, и лучшие образцы. И вот сегодня мы для вас тоже представляем эти образцы с помощью Аллы Львовны, Санкт-Петербург-квартета. Поэтому я уже передаю слово ей и ее коллегам. Они будут рассказывать то, что они будут играть, и потом играть. А если, может быть, что-то вы захотите, они для вас что-то сыграют, что они сами не спланировали. Поэтому они еще ино знают, что они будут играть. Вот, давайте поклопаем сюда. Я стараюсь. Я пока не собираюсь, не раскладываю, скажу немножечко. Да, у нас в этот раз такой необычный состав. Мы привезли с собой половину Санкт-Петербурга-квартета, для меня и артиста Бориса Вайнера, профессора университета в Канзасе, Кей-Гюр, это Эннесс-Юниверситет. И другую половину мы привезли Игорь Батвин, которую вы помните и обучились, и Григорий так тает, этот квартет Клевер, они представляют собой половину квартета Клевер. И вот у вас сегодня вот такая вот первая, наверное, возможность, у нас первое выступление у вас, совместно мы пробуем, как это будет, если мы вместе будем играть. Более того, я вам хочу сказать, что квартет Клевер не только что получил премию на конкурсе Униля Будауэр, который я проводила уже в седьмой раз, невзирая ни на что, ни на пандемию, ни на морозы, ни на отсутствие залов, запреты, вы все равно это провели. Вы можете это посмотреть в ютубе. Все выступления с первого до последнего тура открыты, закрытая конкурса Клевер происходила в лучшем зале Европы, в филармонии, малозал филармонии Санкт-Петербурга. Вот, а Григорий так тает еще, потому что он получил премию с квартетом, он еще получил премию капсалист. У нас были три номинации. Первая номинация четыре, первая пять. У нас была номинация «Младших скрипачей», у нас была номинация «Старших скрипачей», в которой Григорий получил премию. У нас была номинация «Стронных флотетов», в которых мы вместе получили премию с Игорем. У нас была номинация «Мастеров по скрипкам» и номинация «Мастеров по смычкам». Ну, из-за того, что пандемия, это были всего единичные случаи, У нас прошли безумно интересные лекции. К нам приехали из Швейцарии, мастера в Жюри, из Бельгии, из Москвы. Участников было мало, но мы еще провели конкурс среди детей, которые не смогли приехать. К нам собиралось много приехать детей из Алматы, из Падагистана, из Ташкента. Их всех не выпустили. Как вы знаете, там еще были не только въездные визы, но и выездные визы. Там еще всеми нами хорошо помнят советки, советки, где-то было абсолютно завязано на то, разрешать или нет. Вот эти дети не смогли приехать, и мы им провели конкурс онлайн. То есть была отдельная номинация детей, которые играли онлайн. Мы устанавливали такой экран, прямая связь и слушали. И член Жюри у нас была тоже из Алматы, из 10-летней специальной музыкальной школы в Алматы. И она сидела вместе с нами, но только там, высылала свои результаты. В общем, у нас проходило аж 10 дней. И мы начали 29 ноября, и 9 декабря был заключительный концерт. Потом мы один денек немножко с ребятами попробовали подговорить вместе, и вот мы здесь. К сожалению, мы не можем остаться надолго. И я вот здесь, честно говоря, недельку после этого безумного месяца провела, потому что это было невероятно. То есть все организовать, и пробить эти залы, и все боятся, кто маски надевает, кто не надевает. И вообще-то все билибердер, вот это, которое творилось, и вам не хотелось спать полтора часа в день, и все. Вот, но нам удалось, я очень рада, что мы с Александром не потеряли в этой суматохе связь, и что нам удалось приехать сюда. Вот, и я прохожу вот здесь, вот в деревне, для помощи. В прошлый раз у нас делали здесь чуть ли не ползала было. Жалко, что люди либо побоялись, либо поразделились. Ну, в общем, все это будет снято, записано, я думаю, да, на видео. Все это будет в интернете, так что кто-то, кто не смог прийти, обязательно увидит это все живем, вот таким образом. Да, и у нас канал, на котором мы все время, вот мой канал в Facebook и ВКонтакте, и в YouTube, и два канала, которые просто лично мы, Алла Рановская, Алла Рановская, Алла Рановская, Пауна Канал. И каналы, конкурсы, мои ассоциации, ассоциации имени Леопольда Ауэра, которые были организованы в 13-м году открыто. Мы получили товарный знак, правда, это там. Вот, и с 14-го года мы ежегодно выводили конкурсы, за исключением вот прошлого года, 19-го у нас как-то прошел. И это было изначально, то есть это, когда курс изначально первый, был проведен самим Леопольдом Ауэром в 1911 году. В 8-м его только задумали и стали собирать средства, а средства, то есть это тебе надо собрать денег, чтобы оплатить за ауэр, оплатить работу оркестра, оплатить все, заплатить премии студентов. То есть у них заняло это 3 года у самого Ауэра, и в 11-м году они собрали такой фонд, по-английски это называется endowment, а по-русски, наверное, материнский капитал, что ли, да? То, что кладется в банк и незыблемо, ты не трогаешь эти деньги и проводишь все свои мероприятия только за счет того, что получено в процедине денег. Вот именно такую структуру мы хотим сделать, к сожалению, никакие государственные учреждения, никакие комитеты по культуре, никто не захотел нам помочь. Вот мы так и с 14-го года, когда первый конкурс, который мы назвали второй, потому что первый был организм «Видный» или «Авроль 2», мы назвали второй, но с 14-го года мы так и бороемся, но вроде очень успешно, потому что вот наши «Эй!» Музыка уже мало, а да, в отличие от организаций, которые зависит финансово от других организаций, там и премии, например, зависит, да, судейство очень часто, мы говорим, очень странно, да, у нас абсолютно чистая система подчета голосов, никто никак не может подсудить или наоборот дать больше баллов, да, педальгики отсекать, в общем, мы говорим, а сейчас мы, наверное, заиграем уже, да? Мы начнем с традиционного композитора Малитка, Малитка, начинайся, и надо, педальгики. 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 Играет музыка 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 Играет музыка